7 июня на улице Фирсова на территории стройплощадки обвалился огромный пласт земли. Тогда никто не пострадал, но постепенно грунт стал обваливаться в нескольких местах по периметру площадки. Застройщик стал элементарно расширять оградительный забор и практически занял территорию тротуара и рядом проходящей дороги. Местные жители были возмущены подобной ситуацией и обратились с жалобой на застройщика в администрацию города. Около вот этого дома, 14 корпуса 1, тротуар 1 метр, с торцов 1 метр. Дорога проходит рядом очень активно. Это Лермонтово радиозавод и Фирсова. Очень активно, особенно вечером и утром. Все кругом просто машинами радиозавода, все Фирсова, Лермонтово забито. Вот сейчас я сталкиваюсь с тем, что я не могу пройти по тротуару, потому что стоят машины просто на тротуаре, вприты к стене. Жители улицы Фирсова очень интересовал вопрос о том, почему застройщик не занимается восстановительными работами. Разрушены им территории и будет ли она вообще отстроена заново? Заказчик сам может предусмотреть, если он привлекал подрядные организации, что восстановление после производства работ будет осуществлять подрядчик, генподрядчик, субподрядчик. В данном случае задачей органов местного самоуправления является как раз контроль. Неважно кто, все требования будут предъявлены к заказчику. Жители рядом стоящих домов беспокоятся о том, что процесс обвала грунта продолжится и в скором будущем дойдет до их домов. А они требовали свернуть строительные работы и засыпать котлован. Начальник управления капитального ремонта объяснила, что в данной ситуации есть более оптимальное решение. Самый быстрый способ решения этой проблемы – выполнение фундаментов строительной организации и обратная засыпка котлована. Это самый быстрый, самый правильный и самый короткий путь к достижению той цели, которая интересует в принципе всех, чтобы не оползал грунт и не тащил за собой дорожное покрытие. Жители улиц Фирсова и Лермонтова требовали прекращения строительных работ и немедленного восстановления тротуара и проходящих рядом дорог. В свою очередь представитель застройщика пообещал выполнить полную реконструкцию дорог, но не ранее 1 октября, когда завершится строительство новой парковки возле многоэтажки. Представители администрации в свою очередь сообщили, что по всем вопросам, связанным с проблемами на стройплощадке, будут координировать жильцов по мере обращения. И если необходимо, встреча состоится еще раз. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».